И это Александра Нуреева, общественная организация «Дай лапу», и Александра поделится с нами мыслями по поводу того, как же взаимодействовать с органами государственной власти. Александра, передаю вам микрофон, и чуть-чуть времени, может быть, на вопросы в конце тоже вашего выступления оставьте. Пожалуйста. Да, спасибо большое, Марина Евгеньевна. Добрый день, коллеги. Расскажу немножко сначала о нашей организации, ну и, собственно говоря, почему именно сегодня я рассказываю про взаимоотношения с органами власти. Значит, зовут меня Саша Нуреева, я соучредитель общественного движения помощи бездомным животным «Дай лапу». Организация наша существует уже 11-й год. Я финалист конкурса «Соль» 2022 года, была членом общественной палаты Югры 6-го созыва, член общественного совета города Сургута, член общественного совета при ветеринарной службе Югры, член комиссии по комфортной городской среде. То есть с органами власти взаимодействуют. Что мы смогли в партнерстве с органами власти городскими и региональными, что мы смогли провести? Одна из наших таких последних очень классных инициатив, она была поддержана губернаторами, собственно говоря, благодаря этой поддержке мы смогли провести такое масштабное мероприятие. Это единый урок добра об ответственном отношении к животным. Сами мы никогда в жизни не провели во всем округе такой урок, но благодаря тому, что была поддержка Департамента образования и ветеринарной службы, вот какой результат. 220 тысяч учеников учащихся школ округа присутствовали на этом уроке. Все 22 муниципальных образования округа участвовали в этом мероприятии. Мы делились нашими наработками, но основная, конечно, основная нагрузка легла на преподавателей. То есть здесь участвовали и волонтеры, и преподаватели, и ветеринарная служба, и представители муниципальных образований, которые приходили в школы и рассказывали об ответственном отношении к животным. Ну, то есть вот такой хороший просветительский урок у нас получился благодаря тому, что есть такое сотрудничество. Мы создали, благодаря, опять же, поддержке в том числе и органам власти, мы создали лучший в Югре Центр помощи бездомным животным переправам. Это 7 тысяч квадратных метров земли, на которых расположены 80 вольеров, 8 хозблоков, дом волонтеров. Живет у нас там 89 собак и 12 котов. Поддержка, опять же, администрации города, фонда президентских грантов, бизнеса частных доноров и грант вместе тысячи. Дом волонтеров, что это такое? Это такое двухэтажное строение 120 квадратных метров, где у нас есть гостиная, ветеринарный кабинет и кута-кафе-котейшная. Не было бы поддержки администрации, не было бы всего этого. И еще один такой небольшой кейс. Мы создали комиксы для детей. Это тоже наша просветительская программа. И в прошлом году нам было 10 лет, и Департамент общественных и внешних связей Югры подарил нам печать 4 тысяч экземпляров этих брошюр. То есть, тоже, опять же, взаимодействие с органами власти и достаточно, мне кажется, неплохое. Что важно из нашего опыта? Что важно для власти? Когда к ним приходишь, то что важно, чтобы мы знали? Во-первых, уровень полномочий. К сожалению, опять же, мы, собственно, часто видим, что приходят некоммерческие организации и просят, например, от главы города или от департамента сделать какие-то вещи, которые они не в состоянии сделать просто потому, что у них нет таких возможностей. Точно так же касается и региональных властей. Например, это федеральные полномочия. Мы приходим в региональный департамент и просим что-то у них, чего они, может быть, и очень хотят, но сделать просто не в состоянии. Поэтому, когда мы общаемся с коллегами по некоммерческому сектору, ну, зоозащитный сектор, он имеет там ряд своих особенностей, мы проводим, уже провели три формы зоозащитных организаций Югры и Ямала и очень всегда обращаем внимание коллег на то, что, пожалуйста, если вы идете с какими-то предложениями, понимайте, пожалуйста, уровень полномочий того департамента или того человека, к которому вы идете с вашими предложениями и просьбами. Потому что, может быть, он и всеми руками за, но сделать ничего не может. Второй момент – хорошо бы понимать цепочку принятия решений, которые существуют в органах власти. То есть кто может предложить какую-то инициативу, например, если это касается законодательной инициативы, или внесения изменений в действующие нормативные акты. То есть кто может это предложить, кто может это оценить, кто может рекомендовать, кто принимает окончательное решение, кто должен финансировать те, собственно говоря, решения, которые будут приняты, кто будет реализовывать какие органы, какие департаменты, и кто будет выгодоприобретателям или невыгодоприобретателям, если, например, это касается штрафов или каких-то санкций, которые вводят этот закон. И, соответственно, кто будет анализировать полученные результаты по истечении какого-то времени. Когда мы приходим с такими инициативами, конечно, разговаривать намного легче, потому что вторая сторона видит, скажем так, что мы подготовились, мы понимаем, как работает их система. Второй момент – это GPI. Реальный пример из нашей сферы, зоопомогающей, зоозащитной. Ни в каких программах, в национальных проектах не указано, скажем так, что муниципальные служащие, государственные служащие должны отчитываться по… Вот у них нет этих GPI по бездомным животным или по ситуации с ними. Поэтому эта сфера остается на, скажем так, в разряде. Вот гром грянул, мы начали этой темой заниматься. Пока более или менее все спокойно, это уходит на самый дальний план, потому что никто не спрашивает, какая обстановка в этой сфере. Поэтому сейчас у нас задача, чтобы на региональном уровне в муниципалитетах ввели GPI главам, заместителям глав, по которым бы они отчитывались и по теме именно безнадзорных, бездомных животных. У нас есть сейчас ветеринарная служба, мы активно с ними сотрудничаем. У них есть сейчас прям вот такой тетрадки, светофор красная, это плохо, да, желтая, это нормальная и зеленая, это молодцы. И они мониторят. Но если будет вот еще прям введенный GPI, это, конечно, намного больше сподвигнет служащих к обращению внимания на данную проблему. И еще один такой момент, это боли, да, потому что везде есть ограниченные ресурсы. И регионы и муниципалитеты точно так же находятся, как и мы, в системе ограничения ресурсов. И, как правило, когда мы приходим с каким-то предложением, мы понимаем, какие поли администрации города, например, мы готовы закрыть. И, конечно, здесь имеет, скажем так, место быть, да, опять же, построение конструктивного диалога. Что ждут от некоммерческих организаций органы власти, когда мы к ним приходим? У нас, знаете, у нас был такой интересный случай. У меня коллега проводила семинар для представителей органов власти городских, как общаться с некоммерческими организациями. И они рисовали портрет НКОшника. И, в общем, мы получились такими людьми, которые просто 24 на 7 занимаются общественной деятельностью. У нас там ни хобби, ни семьи, ни друзей, ничего нет. Мы какие-то сумасшедшие бегаем и все время что-то им предлагаем. Ну, с одной стороны, это было забавно, с другой стороны, конечно, это было немножко грустно. Потому что в секторе очень много профессионалов, да, и когда так вот воспринимают тебя органы власти, это, наверное, ну, нам, по крайней мере, было не очень приятно. Так вот, чего ждут органы власти? Первый момент – это адекватность. Опять же, да, из личного опыта, почему на первое место поставила это понятие, мы 10 лет назад, когда первый раз пришли на прием к заместителю главы города со своими предложениями, а зоозащита очень часто считается, что это какие-то неадекватные женщины с 40 кошками или с 50 кошками, которые все время что-то там просят, какие-то карманы каких-то животных. И когда мы рассказали, как бы, о наших программах, о том, как бы могли бы мы сотрудничать, этот человек звонит своему коллеге, там, руководитель какого-то департамента, в который нам нужно было бы тоже с ними посотрудничать, начинает рассказывать, и мы понимаем, что тут говорят, ой, нет-нет-нет, зоозащитники, мы не готовы, вот нет. Он говорит, да нет-нет, они адекватные, нормально, встреться с ними. То есть первый момент, вот это вот именно адекватность, когда вы приходите как партнеры, когда вы вносите предложения, когда, ну не вы, мы, что же я так уж прям подделяю себя, когда мы вносим предложения и готовы к сотрудничеству, это очень ценно, потому что, опять же, у органов власти очень часто стереотип, что некоммерческие организации приходят и все время что-то просят у них и не предлагают, скажем так, партнерство, да, не предлагают что-то взамен. Просат там деньги, помещение, землю, еще что-то, субсидии, а именно когда ты приходишь и приносишь предложение, тогда разговор строится более конструктивно. Второй момент – это профессионализм. На мой взгляд, очень здорово, когда мы становимся для органов власти, скажем так, экспертами, теми людьми, той организацией, которой можно позвонить и получить консультацию вот в той сфере, которой мы занимаемся. Соответственно, да, мы должны знать всю внутреннюю кухню, которая творится в этой сфере, в нашем секторе. Еще лучше, если мы будем знать это не только то, что делается, например, у нас в городе или регионе, но и в стране, и будем говорить об опыте, например, других регионов, как работают в этой области, в этой республике, что у них получается, что не получается, как работают в других странах. И это тоже очень ценно, потому что и чиновники, и депутаты, они просто физически не могут знать все. И прекрасно, когда у них есть такой партнер, некоммерческая организация, которая занимается, например, социальной проблематикой и может подсказать, как разрешить эту ситуацию или как поступать вот в этой ситуации. У нас, например, очень есть хороший кейс, когда мы просто обошли в свое время ножками всех депутатов городской думы, прям записывались на прием, и в каждом приходили и рассказывали о наших программах, о нашей организации, как мы видим решение проблем бездомности животных. И потом мы увидели, что часть депутатов на встречах с избирателями, они используют какие-то наши формулировки при объяснении, скажем так, причин проблемы. И это было очень здорово. И это, во-первых, выстраивание доверия, то есть вам доверяют, если используют ваши фразы, ваши понятия какие-то, ваши принципы работы. И, соответственно, мы поняли, что нас считают экспертами в этой сфере. И мы до сих пор активно оказываем консультации не только нашим городским властям, но и у нас объединенные экспертеты звонят. И мы всегда готовы им помочь, никогда не отказываем, потому что для нас это важно партнерство на таком. И еще один момент – это эффективность. Вот этот пресловутый импакт, социальный эффект, о котором мы все говорим, да, у меня любимая формулировка социального эффекта – это когда вы знаете, как ответить на вопрос «И чё?», когда вам говорит ваш визави, к которому вы пришли, рассказали там про классные, как мы все будем менять мир, да, он говорит «И чё?». И вот когда мы можем ответить на этот вопрос и четко ему объяснить, что будет дальше и как к этому прийти, к прекрасному будущему, вот здесь вера в, опять же, в профессионализм, да, организация, она очень сильно растет и очень хорошо работает, потому что когда у нас с вами есть видение, и что будет дальше, и куда мы должны прийти, это хорошо. А если еще и, ну, например, человек обладает определенной харизмой и даром убеждений, да, и может увлечь вот в это прекрасное будущее, это работает очень здорово. Что еще из, скажем так, общения с органами власти мы вынесли? Внешний вид. Очень важно. Иногда мы не обращаем на это внимания, но на самом деле, когда мы приходим в правительство или в администрацию города, там все очень такие красивые, в деловых костюмах, женщины на каблучках, и, соответственно, когда мы выглядим соответствующим образом, это вызывает тоже доверие. Поэтому вот внешний вид, мы это тоже путем группы ошибок выполнили, и, собственно говоря, в соответствующем виде приходим на прием в соответствующие места. Еще какой момент. Очень сложно бывает разговаривать с администрациями или с правительством, или с депутатами, когда их много. У них вот это появляется, ну и у вас, наверное, такое же, появляется чувство стаи рядом плеча, и если тема сложная или какая-то негативная, очень сложно бывает переломить вот этот вот настрой. Что мы делаем? Я уже говорила, да, мы ходим к каждому на прием. И когда мы сможем вот посеять какие-то, то есть максимально постараться убедить в адекватности, в правильности нашей работы, и как, собственно говоря, нужно поступать, как нужно решать эту проблему. Когда собираются они уже вместе, у них уже есть вот эти вот посеянные семена нами решения проблемы, и тогда разговор строится более конструктив. Конечно, будут, всегда будут несогласные, но их будет уже, как правило, меньше, чем если вот мы приходим, например, и большое собрание, и очень сложно бывает переубедить в какой-то теме, тем более если у этих людей уже есть какое-то свое представление о том, как нужно решать проблему. Еще один момент, я тоже про него говорила, что очень часто, и это нормально, это ни в коей мере никак негативно не характеризует людей, которые работают в органах власти, то, что они не знают, как решать проблему. Поэтому чем проще без специфических терминов мы сможем об этом говорить, тем эффективнее будет коммуникация. Это вот мы тоже поняли, вот прям очень-очень-очень такой простой уровень. Помните, есть такая фраза, да, если у вас хорошая грантовая заявка, дайте почитать ее бабушке-соседке, если бабушка скажет, что проект хороший, значит, у вас эксперты поддержат ваш проект. Вот здесь точно так же, если мы рассказываем соседке, и соседка говорит, что да, вы занимаетесь классной темой, и ее нужно решать, и я понимаю, что нужно сделать для того, чтобы эту проблему решить, вот точно так же это будет работать и с представителями органов власти. У меня, в принципе, все. Я прям по-быстренькому. Если есть вопросы, готова ответить. Если нет вопроса, готова еще рассказать пару кейсов, которые у нас были. Один был печальный, второй удачный. В нашей жизни, по-моему, очень больно. Александр, я попробую чуть резюмировать, ну, так просто, что я услышала, вдруг я что-то упустила. Значит, и так, чтобы с властью установить отношения, значит, нужна адекватность наша. Да, не требовать невозможного. Понимать их полномочия, что они могут, что не могут. Уметь на простом языке объяснить, что нам надо, и зачем им это нужно. Да, правильно? Дальше. Иметь в запасе ответ на дурацкий вопрос «И чё?». Тоже по-простому, чтобы можно было объяснить. Дальше. Внешний вид. Ну, то есть, все-таки с лопатой и ведром не приходить. Как-то приодеться на входе. Вот. Значит, не разговаривать со стаей, брать их по одному. И только потом уже. Или самим в стаей приходить. Вот. Значит, желательно запихнуть KPI им, чтобы они отчитывались нами, и поэтому понимали, что сами не сделают, и тогда, значит, сами за нами будут бегать. Вот. Что-то еще? Нет, все. Я сбросила вот эту маленькую презентацию в общий чат. Кому будет интересно, можно посмотреть. Там основные тезисы сделаны. Спасибо. Вот. И, пожалуйста, если есть вопросы, задавайте, или попросим сразу рассказать про печальный кейс. Про хорошее-то мы сами можем. Про печальный. Расскажите нам про печальный. Про печальный. Какие вы из этого выводы сделали? Печальный кейс. Значит, у нас организация, которая занимается помощью бездомным животным, и мы, нам нужно было для того, чтобы создать, ну, свою материальную техническую базу, нам нужна была, естественно, земля. Первый раз, когда мы пришли, там, в 2013 году, нам сказали, что, ой, нет, это вообще миссия невыполнима, можно только покупать. Стоимость это какая-то там несколько миллионов. Для нас 10 лет назад несколько миллионов это было, ну, примерно так же, что взлетать в космос. Сумма совершенно невозможная и невыполнимая. Мы стали рассматривать варианты, как же можно получить землю в аренду. Нашли варианты, и в 2016 году, в 2012 году мы образовались, к 2016 году пришли какие-то решения. Нам сказали, что да, есть вот земельный участок, сейчас мы его вам передадим. Причем пришел у нас такой активный заместитель главы города, молодой, амбициозный, сказал, всем смешникам сказал, что все, сейчас вот у нас будет в городе строиться прям центр помощи бездомным животным, да и лапы будут этим заниматься. нам дают, обозначают участок, нам дают этот вот бегунок, который мы должны там все пробежать, там всякие там электросети, горводоканал, всех там связь, горгаз, там кучу всех соседей. Мы каким-то нереальным способом делаем, там что-то было порядка 20 организаций, мы это делаем там фактически за две недели. Ну то есть, я по-моему не работала эти две недели, потому что вот я только занималась, там приезжала, просила, там стояла на коленях, плакала, убеждала, шутила, что пожалуйста поставьте мне подпись, что мы там ничем вам не помешаем. Приносим в администрацию этот бегунок, пишем заявление, и тишина. Неделя тишина, две недели тишина, месяц тишина. Как вы помните, через 30 дней на письмо администрация должна дать ответ, да, не более 30 дней. На 30-й день я начинаю уже звонить, то есть я понимаю, что что-то пошло не так. Я начинаю звонить в департамент имущественных и земельных отношений, мне говорят, ой, да-да-да, вот сейчас, в общем, несколько часов они меня муражат, и через несколько часов они мне говорят, вам отказали. Я говорю, как отказали, то есть подтверждение двух вместителей главы города, все согласны, нам все обещали, мы все сделали, нам дали этот дурацкий бегунок, в смысле отказали. Мне говорят, ой, вы знаете, тут земельный кодекс изменился в Российской Федерации, и вот теперь должны под приюты для животных, должны быть участки с назначением ПЖ, а у нас в городе таких нет, поэтому вот. То есть нас просто кинули, вот таким вот нехорошим словом, иначе никак я не могу характеризовать вот ту ситуацию, которая была. они абсолютно точно знали, что земельный кодекс Российской Федерации изменится там с какого-то там 1 апреля 2000 какого-то года. Это мы не знали. И они, то есть нас подвели, да, и сказали, ой, ну вы знаете, вы бегунок вот не успели сделать до 1 апреля, вы нам его принесли там 2 апреля, например. А все уже. Поэтому ничего не можем сделать. Я рыдала три дня. Вот просто рыдала, вот неимоверно, ничем не могла себя утешить, при том, что вся команда уже была вот заряжена на то, что вот-вот-вот, мы сейчас начнем стройку, вот у нас сейчас вот все это начнется. В общем, это был прям удар. Что мы из этого вынесли? Первый момент. Только в письменной форме мы подтверждаем все обещания органов власти. Ничего личного, но только в письменной форме, когда дело касается принципиальных вопросов. Второй момент. Верить без письма никому нельзя. Третий момент. И с письмом не всегда, честно говоря. И с письмом не всегда, но с письмом как-то уже потом можно куда-нибудь пойти. Да, куда-нибудь можно пойти. Куда-нибудь спокойнее. Третий момент. Читаем отчасти. Юристы у нас должны быть. Волонтеры, штатные, знакомые, которые нас могут уберечь от нервных срывов, когда ты в течение трех дней рыдаешь. Чем закончился кейс? Наверное, месяц я вообще не могла ничем заниматься. Ну, это реально, для меня это был прям удар. Потом я... У нас все-таки какая-то переписка была там за несколько лет. Я все это собрала и пришла в приемную губернатора. Положила всю эту папочку и сказала, вы знаете, хочу, чтобы вы с этим что-то подделали, потому что мне очень обидно. Так нельзя поступать. Благо у нас, правда, очень классный губернатор. В общем... Участки с назначением приюта для животных. И один из них мы получили. И на нем построили центр. Отлично. Ну, то есть даже плохой кейс можно привести к хорошему, если предпринять определенные усилия. Негативный опыт – это, прежде всего, тоже опыт. Его именно так нужно рассматривать. Но желательно, конечно, от такого негативного опыта как-то страховать себя. Ну, и, наверное, еще один вывод. Незнание законов не освобождает нас от ответственности. То, что мы не знали, что изменится кодекс, можно сколько угодно обижаться, что они нас не предупредили, но это наш косяк. Безусловно. И в этом отношении мы, если мы строим партнерство, ну, ожидать, что... Если мы инициаторы, ожидать, что они побегут к нам с распростертыми объятиями, наверное, все-таки не надо. И поэтому... Ну, и еще я бы добавила. Обижаться бесполезно. Мы строим эти отношения как деловые, да, потому что мы часто на самом деле допускаем эту ошибку, включая эмоцию там, где должен быть расчет и прагматизм. Да, и вы знаете... Но мы люди, конечно. Да, и вот буквально последняя фраза. Как бы мы ни относились, как бы мы там не любили или не любили органы власти, но решить любую социальную проблему без взаимодействия с ними невозможно. Абсолютно верно, спасибо. Ну, то есть, и на самом деле, если мы хотим системно, и да, и системных результатов, конечно, нам крайне важно, чтобы у нас это партнерство было и выстраивалось. Спасибо, Александр, большое. Если есть вопросы, то можно срочненько поднять руку, Александре вопрос задать. Если нет, то тогда спасибо, Саш, большое за ваш опыт. Желаем, чтобы неуспешных кейсов было как можно меньше, нервы как можно сохраннее, а успешных кейсов как можно больше. А мы воспользуемся вашим опытом и теми пунктами, которые перечислены в презентации. Презентацию можно снять из чата, если кто-то еще не снял, или мы пришлем ее вам вместе с записью на марафон и разместим на нашем сайте «Сила вместе». Спасибо большое. Спасибо большое.